Действие. Действие спасает. Аминь. Действие исцеляет. И поэтому, когда написано «Оточислены» — это факт, решение Бога. Это значит, что ты и Он — это одно. Но вопрос — видишь ли ты себя в Нем? В Нем. Видишь ли ты себя в Иисусе? И на практике нет. Почему? Потому что наше сознание, оно больше связано с нашими поступками. И не очень хорошими. Поэтому вряд ли мы похожи на Него. Но Бисус говорит, нет, это как ты. И ты умер вчера и воскрес в новом теле для Иисуса. Как развивать это воображение? Я это у меня, ну, Дух Святой показал. Когда мы читаем Евангелие, мы видим как будто бы картины, что мы читаем. Правильно? Но мы видим это в третьем лице. Вот идет, к примеру, Иисус. А вот за ним ученики. Вот что Он что-то делает. И мы наблюдаем со стороны. Так вот, Писание говорит, что ты в Нем, Он в тебе. А ты в Нем, Он твоя лада, ты в Вес. Ты в Нем, ты соединился с Нем одно целое. А это значит, что ты начинаешь развивать себя внутренние картинки. Что это ты ходишь, и за тобой идут ученики. И это ты приходишь, и возлагаешь руки. Это ты идешь, и вдруг тебе подходит какой-то мужик. И ты подождишь, как тебя зовут? Иаир. А что тебе надо от меня, Иаир? К тебе подходит. Он говорит, моя дочь больна, пойдем. Он говорит, пойдем, сейчас все будет нормально. И ты идешь, и вдруг кто-то за штанину твою. Это я такой, ой, кто это? Женщина. Да дал же микротечение. В твоей штанину прикоснул. И вдруг тебе говорят, умерла. Он говорит, не, 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 пойдем. И в твоем мышлении сознания прописывается фактором того, что ты в нем. А сождествление. И создается рефлет. И знаете, что происходит? Когда ты закроешь Библию, и будешь в реальной жизни, то будет работать рефлет. Когда тебе будут говорить, пойдем, там, ну, паралитовый. Ты говоришь, да, да, пойдем. А потом думаешь, что-то я хочу, куда идти. Ты уже это поймешь, когда ты бываешь руку уже. Потому что рефлектор бахнет. И, конечно, ты не будешь говорить, потому что ты в нем. Это он это. Понимаешь? У Бога не было думать, что ты будешь думать по этому. Твоя задача, это поверить, довериться, и идти, и возложить руку. Аминь. Поэтому используйте практику, друзья, я вам обещаю, гарантирую, что вы очень быстро начнете восклишать вновь. Да. А на самом деле вопрос веры. Не вопрос Бога, а вопрос вашей веры. И по неверию нашему мы проигрываем. Соответственно, по вере нашей, и по вере мы выигрываем. А веры, это мы шли. Аминь. Аминь. И ты должен практиковать это. Смотрите, что еще создает мост? Это твоя ежедневная практика. Когда ты начал что-то делать, и ты тебя вернул в позицию. Моя позиция была такая, независимо от того, что я увижу сразу или не сразу, это факт. Это факт. И когда я начал делать, то я обнаружил, что это действительно факт. Потому что люди начали выздоравливать. Даже если не быстро, то со временем. Но это факт. И мое дерновение, смелость, ожидание настолько увеличивать возросла, что я начал видеть сразу результаты. И эти результаты, которые я вижу, это мост, который соединяет меня в видим невидимый мир. Вы видели, как чудотворение? Я поднял уже просто, потому что это буквально. У меня мост. Только там отдел засталкиваю. Все, что там, переборка, влага, что там надо. Все, приди, будь. Всегда. Потому что это наше наследие, наше собственность. Аминь. Поэтому постоянная практика, она будет сохранять этот мост. Друзья, по этому мосту, по этому мосту приходят благословения не только для тех, кому ты служишь, но и для тебя. Но и для тебя. Понимаете? И поэтому легко принимать то, что ты нуждаешься. Как написано, не имейте, потому что что? Не просите. Но если просите, ты должен с верой упрости. Немало не сомневаюсь. Оказывается, если сомневаться то, что ты хочешь, ты можешь это не увидеть. Почему? Мост. Моста нет. Понятно, друзья? Мост. А мост формируется во время служения. людям. Вот вчера был призыв кормить людей. Друзья, это уникальная возможность войти в практику. Тебя вот так повседневной жизни и пинком не выгонишь. А тут вдруг давай поучаствуй, борща налей. Когда будешь наливать, ты скажешь, будешь целёк? Просто. Я, друзья, участвую в этих вещах. И я говорю, это как раз наши клиенты. Да. Потому что приходят именно вот такие. Знаете. Не приходят такие там бедмашмайлы, которые операции провели там, знаете. Или там силиконовые там дела. Подходят такие. Они, целите или нет? А не дайте им не борщика вашего покушать. Нет. Приходят вот такие. Вот такие. Ооо. Ну что у вас там на первое? А кто на третье? Компот. И это те люди. И ты на них будешь практиковать. И целей. Как это в фильме. Тренируйте. Ракошек. Друзья, я на кошках тренируюсь. На собаках. Реально. Домашних животных. Сколько вам свидетельств как в воскрешении происходило. Когда воскресали. А у меня у знакомой ой, Тони. Петуха воскресил. Да. Ну, он сказал тебе ты кормишь его и кормишь его. Он ушел в дуку. И какой-то мысль, что ты его все уходил. Ну, как он в виде кукареку по утрам. А ну, давай, давай. Прогни. Он тюм. Ну, пошел. Опять. Да. Да, реально. Ведь это родная живая сущность. Где же там атомы, электроны. Где же там душа. Ну, возможно, в душе животных таких вот нет, как люди. Но все равно материя-то знал. Аминь. Поэтому практиковать, участвовать в программе, используя возможности, выйти на улицу. Я вам, друзья, расскажу, честно скажу, вот смотрите, это важные вещи. Допустим, допустим, вы хотите перепрыгнуть через этот столик. Вот для вас высота. Вы пустите. И вы думаете, как перепрыгнуть через этот столик. Вы знаете, начинайте думать, как перепрыгнуть через этот столик. Не надо думать это высоту. Берите сразу берите, пробуйте, пробуйте. И когда вы все-таки ее перепрыгнуете, то, кажется, это вообще легко перепрыгнуть. Я вам скажу, что в Бере существует очень много ограничителей больших пример мы привыкли думать что исцеление происходит только тогда когда много людей или когда ты хорошо попил или когда прославление сработало или когда ты хорошо или когда группа поддержки хорошая или когда мурашки поползали или когда еще чего-то еще чего-то или это же дом божий ребята дом божий мы будем правильно говорить и понимаете друзья в чем суть в том что ты должен быть из любого ограничителя где лучше всего где увидеть что где нету этих всех на улице на улице нету хора мальчиков прославляющих которые по яму не более но на самом деле окажется так машине работает я вам скажу мой пример я когда Я хотел учиться исцелять больных и исполнять боль и боже. Я учился уличным исцелением. Когда я смотрю, когда тысячи человек и там... О-о-о... Так и тихо-тихо... Э-э-э, так, так уберем. Или когда... Той не двигайся! Помогай мне в плывни. Я вообще не вон так уж рот. Я не буду ходить. Но я это сам все делаю и... Вау! Как это... Понимаете, друзья, для того, чтобы ты практиковал реальность и реальность, ну... Это хорошо, если я приведет тебя в кафедре или там, все нормально. Но я вам скажу, что мы признаты спасать неверующий мир. А где он? Вот там. Я говорю, Бог, служение там. Это все просто подготовка. И поэтому ты должен сразу взять высоту. И ты должен понимать, что твой успех, твое служение зависит. А в твоей памяти, что дух святой живет в тебе. Все. И даже если ты не двое, как говорят, надо только подвоем вдвоем. А что ты вдвоем? И в туалет ходишь вдвоем. Но не всегда ты вдвоем ходишь. Правильно? Ну, хорошо, пошел по двое. А потом он сказал, ну, все, пока я иду домой. И вдруг раз больной. И ты, ой, стой! Вернись обратно! Нет, друзья, мы должны понимать, что успех наш в том, что дух святой живет в нас. И мы признаны к этому. Это решение Бога. Аминь. И по его избранию решения, дух святой пришел к нам, чтобы мы осуществили это меч. Поэтому бери сразу эту высоту. Начинай на улицах. Души. Аминь. Вот хорошая компания. Кормить. Да, я, поверьте, я не с ним говорил. Но я знаю практически, как я начинал жить. И я использовал эту возможность. Потому что даже тебе не надо бегать за людьми. Они сами к тебе идут. И именно это те люди, которые все сосредоточены в эти темы. Понимаете? И он еще и бурщика покушал, еще и стрелил. Акция. Да. Три в одном. Три в одном. Но ты практикуешь, ты практикуешь, ты практикуешь. Поэтому используйте любую возможность, друзья. Когда есть евангелетическая команда, когда вы там по домам, когда там то. Да и сами, когда в магазин ходите. Примите решение каждый день, когда вы просыпаетесь. Это день блага Божьей. Сегодня будут происходить исцеления. Сегодня будут происходить чудеса. Сегодня. Потому что Бог живет во мне. Потому что когда я выйду, я буду увидеть больных. А это значит их Бог будет видеть. А если их Бог будет видеть, значит у Бога будет созрелось желание их исцелить. Это значит я предоставлю Богу свое тело для этого. Аминь. Когда это просыпает, подготавливает всех к этому факту. Это и есть, друзья, мост. Мост. И когда этот будет мост, и он будет у тебя укрепляться, укрепляться, укрепляться. И все лучше, лучше, лучше. И ты будешь более эффективным, эффективным, эффективным. Аминь. Мы будем говорить завтра о проявлении Духа Святого. И я буду вам рассказывать, как их толковывать на языке. Как пророчествовать. Как пророческий евангелист. Друзья, это не то, что пророки, но это пророческий евангелист. Вообще, если честно скажу вам. Но там, на самом деле, есть разница между ними. Но суть в том, что каждый из нас может пророчиться. И поэтому Павел говорит ревнуть об этом. Это эффективный инструмент. Значит он должен быть. И я думаю, что на самом деле это легко очень. Это на самом деле возможно. И это должно быть. Мы должны это и пользоваться. Как слово знание проявляется. Как, ну, различные там, ну не знаю, мысли. Ну и так далее, и так далее. Аминь. Аминь. Мы завтра будем об этом говорить. Поэтому мы будем говорить одиннадцатый пункт формирования. И практика. И я вас не буду рассказывать, а буду вам помогать практиковать. Да. Хорошо, друзья. Да. Мы сегодня сейчас теорию закончим. И я бы хотел сейчас не спускать вас. Да. А начинать практику. Да. Да. Смотрите, что сейчас будет. Первое, что я вам говорю, это то, что очень сильно стимулирует работа твоего мышления. Тут в чем должно произойти решение твоего радуга. Что ты должен увидеть, что сила Божья в тебе. И второй момент. По твоим словам это будет происходить. Понимаете? И есть хороший инструмент взятый из школы ханха. Это вытяжение рук. Вытяжение ног. Как это? То есть ты когда говоришь, что руке расти, то она начинает подчиняться. И ты вдруг поймешь, что оказывается хилл Божий в тебе. И твоим словам подчиняется материя. Аминь. Аминь. Вот так же самое исцеляется и опухоль исчезает. Так же само подвоночник и все остальное. Вы же видите, когда я говорю, бой тайномер. Откуда я взял? Я практиковал сам. И когда я первый раз, у меня не все получало. Он говорит, нет, это правда. Это должно быть. И второй момент. Я вам сейчас покажу, как побождать реку воды живой. Жить более стихи. Аминь. Аминь. Хорошо. Давайте так. Давайте начнем с трупов. Хорошо. Хорошо. Сколько вы это помните. Потом будем второй момент. Я вам покажу. Есть различные методики у исцеления. Но вот эта жизнь Божьей теки. Вот эта жизнь. Я говорю, это такое мощное очень действие. И всегда есть. Но вообще, вы увидите, как через вас это начало работать. Аминь. Да. Вы даже почувствуете. Хорошо, друзья. Я хочу вам что-то показать. Да. Показал. Хорошо. Хорошо. Смотрите. Смотрите. Важный момент. Как происходит практика. Это то, что вы должны делать дома. Мы сейчас это тоже практикуем. Ну, вот то, что я делал дома. До того момента, пока я не увидел четкое действие этого эффекта. Я подходил к стене. Я делал так, что мои лопатки, они прикасаются к стене. А это значит, что нету никакой во мне стимуляции, что я там, вы поняли? Я ни с кем не играю в игры. Мне нужно сам самому понять, что у меня рука будет расти. Не я просто буду как-то там подыгрывать. А это реально. И поэтому я стал так. Протянул руки, вытянув их вперед. Лопатками чувствую стену. И так, что никогда не отрывает. И держал руки. И я вот так вот вытянул максимально. Чувствую лопатками стену. Я сзади делал руки. А вот как есть. Вытянул. И смотрю. Вот немножко есть какой-то у меня переход. Надеюсь, да. Одно. Или я вот так вот делаю. Все, есть переход. Хорошо. Я понял, что мне надо эту руку делать. Но даже если у вас все ровно, любую руку бери, как я. И после этого ты стал, ты чувствуешь и говоришь, во имя Иисуса Христа, к примеру, правая рука расти. Когда ты сказал расти, то в своем сознании сформируется образ, что он растет. Приблизьте немножко руки тут к другу. Приблизьте. Вы должны сейчас вот так не соединять, а чуть-чуть ближе. И говорите, во имя Иисуса Христа, правая рука расти. Сейчас, подождите, вы сейчас все встанете. Да. Расти. Я хочу, чтобы вы посмотрели на меня сначала. Смотрите. Правая рука расти. Подождите. Правая рука расти. Смотрите. Я прижатый лопатками. Я не стимулирую. Я прижатые лопатки. Правая рука расти. 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 Тяни. 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 Спасибо Иисуса. Мои лопатки прижаты. Реально у меня вытянулась рука. Господь, спасибо. А теперь рука вернится на место. Сокращается. Уменьшается. Я чувствую лопатками стену. Я чувствую, как у меня реально начинает меняться положение. Спасибо, Иисус. Спасибо, Господь. А теперь устань меньше. Вау, как у меня его щедрость. Просто как будто они сами по себе живут. Спасибо, Господь. А теперь рука выручена. Я чувствую лопатками, я не меняю положение плечей. Прости. Расти. Выровняйся с левой. Иисус, спасибо. И так, кстати, у вас произойдет ваше личное исцеление стеной. Смотрите, да, что я делал так. Это как будто от плечевого. Потом от плечевого. Скажу вам, на самом деле это не кости растет. Это вытягивается мышечный скат. Есть какой-то диапазон. Ну, выдвижение. Но если у вас в основном сознание стыдится, то будет и кости расти. Буквально. То есть, если вы как-то всеете, не бойтесь. А не раз, то вернемся назад. Но пена в этот момент не целится. Следующее, что мне надо было понять, в том, что я как-бы сузил спектр деятельности. Что могло бы, может быть, там, плечевом, знаете, как-то там. Нет. А теперь вот так. Вот так. Я объявил локти. Вот. Приблизил. И действие тут же никак не симулирует. Ты. Ну, вы поняли, да? Ты никак ее не изменишь. И вот они стоят. Правильно, да? Да. А теперь говорим, во имя Иисуса Христа. Смотрите на меня внимательно. Если вы не увидите это, то вы должны увидеть это визуально. Во имя Иисуса Христа, к примеру, левая рука, расти. Левая рука, расти. Тяни. 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 Расти. 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 И имя Иисуса Христа, я приказываю, левая рука вырасти. Сейчас. Сейчас. Расти. Смотрите все на меня. Подождите пока. Смотрите. Расти. Левая рука, расти. Левая рука, расти. Левая рука, расти. 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 Друзья, вот. Да, это реально. А к чему я пришел к выводу, что когда я говорю, я ребенку Божий говорю, клетки подчиняются. Все подчиняются. Кольки подчиняются. Иисус, спасибо. А теперь. Левая рука, стань меньше. Уменьшай. 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 Стань меньше правой. Стань меньше правой. Стань меньше. Друзья, в этом случае вы никак не стимулируете. Никак. Если там плечом можно поподрирать, то здесь никак. У меня уже немели руки. Смотрите на мои руки. Смотрите, эта рука уменьшилась на ходе. Спасибо, Иисус. Подчиняй. Да. Подчиняй. Артрития. Клотик. Тауны. Вышел. Кровяные сосуды. Глаза. И все остальное. Следующий момент. После этого действия я опять сужаю спектр действия на пальцы. Что я делаю? Вот. Вот. Пример. Вот. Я делаю так. Вот подушечки. Я вот так прижимаю. Все. Кладки у меня на месте. Вот если кто-то не видно, кто-нибудь наблюдает. Ну, давай ты. И у нас там впечатлительный парень. И я накрываю. Не нравится, да, я. Смотри. Вот что ты видишь, смотри, подкладка. Одинаковые пальцы. Да. Все одинаково. А теперь смотри. Смотри внимательно пальцы. Чтобы свидетельствовать в том, что я не симулирую. И отпихал так, чтобы, ну, Иисус, спасибо. Левый указательный палец. Твоим Иисусом Христа. Стань больше правым. Расти. 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 Тяни. Тяни. Расти. 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 Еще больше расти. Еще больше расти. Тяни. Расти. 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 Тяни. Тяни. Тяни, 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 тяни. Прости, прости, прости. Я ничего не вижу. Что чуть-чуть там было больше? Прости, потому что ты сумью в пеках. Прости, это падает. Расти, кто-то хочет, чтобы меня на 10 см? Такой рад, братина. Баля, тухалка. Хорошо в мосту ковыряют. Вырос? Да, вырос на 3 мл. На 3 мл. Хорошо. А в кого-то больше. Да. Это же брат. Спасибо, Господь. Теперь парень. И смотрите. Это не игра. Это похоже на это, но это работа над вашими мышлами. Расти. Ведь на самом деле Бог живет в папку. Но ваши мышцы иногда, они как бы не соответствуют этому папку. И ты приходишь в папку, чтобы Бог ебит. Аминь. Это не другое. Ну я скажу, во всех так же самое ноги. Так же самое ноги. Ты держишь и говоришь, нога растит. Да, да. Нога тянет и все она вытянет. Аминь. Потому что так работаешь. И так же самое, что ты проецируешь это на все. На скалеолога. На шее. На... Ну, разные вещи. Там во имя Иисуса Христа. Опухоль тяни. Или там локоть исцелит. И так далее. Понятно? Ты должен понять не то, что растит или не растит. А то, что когда ты говоришь, это происходит. Аминь. Аминь. Хорошо. Тань сейчас. Тань. Тань. Так, чтобы ноги были на ширине плеч. Теперь вы делаете все, давайте, распределитесь. Все готово. Теперь смотрите. Вы опускаете плечи по борту. По борту. Вниз руки по борту. Ничего не думаете, расплавьте. Теперь берете просто, выпрямляете руки вниз. Пальцы вот так прижали. И вниз вот так вот лодочкой. не лодочка, а вот так вот, ну, поздно, да, делаем, вот так, делаем, а теперь просто вот так поднимаете вверх, вы ничего не подстраиваете, вот как есть, вот так и подняли, вот, а теперь дальше, вы соединили, как есть, а теперь делаем вот так, посмотрите на длину ваших рук, посмотрите, у кого-то, возможно, и перекос, у кого-то ровно, хорошо, после этого вы опустились, определили себя, теперь так же так, вы вытяните вперед руки, опять, и так вот опять поднимите, а теперь, когда вы сутите его не плотно, а маленькие расстояния, это сантиметр, и теперь после этого вы начнете говорить, вы решите для себя, какая рука вырастет, те, у кого была короткая рука, вы скажите это, те, у кого ровные любую, на очереди, хорошо, и теперь, повторять, двоимые, то-то христианцы, прямо сейчас, прямо сейчас, русская рука, тяни, тяни, расти, 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 быстрее, быстрее, расти, 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 дай больше, дай больше, по имени, а теперь соедините в этом положении руки и согните его вверх, смотрите. Друзья, если у кого-то не получилось, вы не переживайте, у вас не получится, и вы меняете руку, то и то, смотрите, я понимаю ваш восторг, у меня такой же был восторг, и восторг был в том, что Бог, ну, Сила Божия проявляет, вот он восторг, и я вам говорю, вы когда будете практиковать эти вещи, смотрите, в этот момент ваше мышление занято не тем моментом, а получится или не получится, ваше мышление полностью фиксирует в акте, это сейчас работает, и вот фиксирует, как бы, что это у коробки, у меня все очень получается, все получается, Бог во мне все получает, понимаете, это важно, потому что если вы будете думать, ой, а получится, не получится, то театр и жертвы очень медленно придерживаясь. Помогите, это по вашим условиям, если вы не будете думать, нет, это моё помощь не зависит, дома в вас, да, когда вы придете домой, вы увидите, что у вас еще получили. Друзья, поверьте, друзья, это школа Хантеров, которых они проводили, по-моему, 80-х каком-то, 90-х какого-то, и еще тогда это были на делу у всех людей, это происходит в силу, я видел тысячи людей, которых я на все получал, и вот тогда, друзья, когда люди увидели, как-то эти люди, где их сила, они пошли с глянского, я вам говорю, вот так вот, все просто, это очень, это связано с мышлением, аминь, так же самое, с руками, ногами, так же, вы когда увидите, что начнет вот так работать, после этого перейдите на лопты, а потом перейдите на пальцы, понятно, и вы увидите любой палец, потом будете выбирать, но он будет отрастить, понятно, как потом вы перейдете, вы можете идти дальше, и перейти на вес тела, на вес тела, но я не хочу, смотрите, друзья, для того, чтобы это происходило, для того, чтобы это происходило, у вас должен сформироваться мост, это реальность, понимаете, вот вы увидели, что я делаю, и вы увидели, это реально, второй момент, я вам показал, что это реально для вас, аминь, я сказал, у вас получится, и третий момент, вы начали практиковать, и вы увидели, что у вас начало получаться, аминь, это три вещи вхождения всех детей, в этот момент в вашем сознании, ваше мышление, формировалась вера, мозг, что это реально, и это происходит, так же самое, вы будете формировать этот мозг по отношению к другим вещам, но, друзья, для того, чтобы построить мозг глобальным вещам, глобальным вещам, нужно научить нас строить маленькие нотики, понимаете, маленькие, для того, чтобы построить мост через небо, научить его строить через ручеек, вы поняли, потом увеличим, увеличим, и будет происходить, если ты хочешь, чтобы вес тела изменился, работать не в том, что ты будешь говорить уменьшим, 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 а твое убеждение, а это убеждение нарабатывает, аминь, и ты будешь переходить, на волосы переходить, ну, и на одни части тела, которые там, действительно там, ну, я не говорю, что там, не позволяйте вашему воображению, не в девах, на космос, на плоских желаний, да, потому что люди, о-о-о, начинается, раскручивается, вы должны понимать, это рабочий инструмент ваших мыслей, чтобы вы перенесли эту проекцию на больных людей, и скажу вам, что я видел рост костей, буквально костей, благодаря этому тренингу, рефлекс, начал видеть, как растут, вот этого парня кости выросли вчера, вот у него кости выросли, у него не просто связка, у него кости выросли, да, я вам скажу, что, да, он выше стал, я не знаю, на 3-4 сантиметра выше стал, вот смотрите, друзья, и так же самое, вы, к примеру, будете говорить зрачкам, зрачки к глазу, танки по центру, вы знаете, почему вот эта близорукость и дальноблазонность, от чего это, это от неправильного расположения зрачков к центру, когда вот этот зрачок, вот этот черненький, он где-то вот чуть-чуть туда, то фокус меняет, нет синергии мышц, вот, когда он по центру становится, то четкость, то процентно, как вблизи, то вблизи, поэтому вы будете говорить, зрачок, встань по центру, отцентрируйся, понимаете, друзья, смотрите, я вам объясню, об основе это местного писания, в бытие 1.26, 1.26, там написано, и до плоды чувствует человек, можете присесть к вам, там написано, и до плоды чувствует человек над рыбами, над животными, и над всей землей, друзья, что значит на птицами и животными, кто значит владычество, это владычество не только, что ты управляешь, поймал что-то или не поймал, нет, дрессировать, может быть, даже и так, но нет, ну, давайте хорошо, дрессируйте мне каратика, вот, направил, правил, он привел, он дал имена животным, то есть он мог управлять мышлением животным и клеточным уровнем, и когда написано над всей землей, это было сказано, может, и даже над стихиями, и, но суть главная, над клетками, над материей, потому что, скажите, из чего тело создано? Из земли, из праха, из земли, да владычество, над всей землей, то есть Бог дал вначале человеку владычество, и то, что ты видишь, это результат слова, ты обнаружил, что то, что написано в Библии, это буквально, аминь, и так же, как ты обнаружил, вот эти, как бы, игра, я вам скажу, это реально на всем, на глазах, на зубах, понимаете, зубы расти, да, ампутированные эти расти, ногти расти, ногти растут, да, уже сколько практиковали, ногти растут, да, волосы растут, да, нет вообще никаких границ, это все часть нашего тела, это все молекулы, атомы, но твой дух, твое мышление, сознание, подчиненное духам, оно способно управлять и корректировать, аминь, и поэтому, если у тебя в душах, в кишечниках, ты приказываешь твоему кишечнику, ну, пропускаемый способный укрепиться, кишечнику разлепиться, пропустить, желудку, поджелудочные вырабатывать инсулин, печень очищать кровь, камнем исчезли, у меня, друзья, был случай, когда я, ну, знаю, уже, вдруг меня в общем, в общем, резко заболело, я не знаю, и так сильно болело, что жена, я там начал повелевать, боле уйти, но жена вызвала врача, и они мне кололия обезболивающая, ну, вот так вот, и когда кололия обезболивающая, мне врач говорит, это у тебя камни, почка, это, ну, а врач, и он говорит, если ты через два часа не придешь, то у тебя будет опять вернен, это временно, и будет еще болеть, и я говорю, доктор, спасибо, у меня есть как раз время для концентрации внимания, и я концентрирую мое внимание, имея власть над камнями, а это те же атомы у клеток, эмолета, и я приказал распасться на молитву, распасться на молитву,